Ребята, всем привет! Сегодня второй день на нашем проекте. Итак, чем мы сегодня займемся? Ну, сначала краткое предисловие, что мы здесь делаем и как мы тут оказались. Значит, дело в том, что я выложил ролик о том, как подручными средствами, своими силами делать идеальную шумоизоляцию. То есть напомню, что шумоизоляция бывает правильная, та, которая делается согласно определенной технологии, с определенными лицензиями. То есть у меня как строителя есть лицензия на монтаж определенных технологий. Я ее монтирую, сдаю под подпись и все как бы счастливы. Но профессиональная шумоизоляция стоит, скажем так, от 150 до 500 евро за квадратный метр. Ну, вроде как глупость сказал, но на самом деле она так и есть. Если вы в совокупность все дисциплины строительные сложите, то цифра будет вот примерно такой. Это будет профессионально. Это те шумоизоляции, которые мы делали, например, в Стокмане, там где с одной стороны тепловозы и паровозы ходят, а внутри кинотеатры. Вот профессиональные шумоизоляции. Мы же, с учетом того, что времена у нас, так сказать, не лучшие, предлагаем вот такие всякие варианты отсебятины, разные шумоизоляции из простых подручных материалов. Мы сделали ролик о том, как вот задешево, не помню, по-моему там в районе 6 евро на квадратный метр все обошлось, сделать идеальную шумоизоляцию. Получили массу просмотров, массу комментариев, в основном нелестных, в основном, что я идиот и все остальное. Поэтому в предисловии кратко отвечаю. Если бы я был идиот, то я не продолжал бы этим заниматься. Тот интерьер, который мы сделали, он великолепен, клиент просто счастлив, живя в нем. И до сих пор, когда на улице он встречается, он держит руку. А это уже о многом говорит, потому что клиент – олимпийский чемпион нашей страны. Поехали. Теперь мы получили вот этот шикарный проект. Почему шикарный проект? Потому что типовые проекты, они скучные. А проект, где на каждый один квадратный метр пять проблем, он веселый. И я поэтому пребываю в хорошем настроении. Поехали, ребята. Значит, мы получаем вот такой потолок. Откуда нарисовался этот потолок? Дому больше ста лет. И это типовой потолок, типовое перекрытие, которое в старых домах. Мы обо его пироге поговорим несколько позже. А сейчас мы получаем что на выхлопе? Мы получаем сотый на 35 брус. Мы можем назвать его доской. На него набивается дранка и цементно-извисковой штукатуркой, точнее, известковой штукатуркой он был заштукатурен. Очень важный момент, на который обращаем внимание. Дома больше ста лет. Посмотрите, в каком прекрасном состоянии дерево. Вы думаете, это дерево антисептировалось или чем-то обрабатывалось или пропитывалось? Нет, это дерево просто сухое сюда было поставлено и отступлютурено из висковой штукатуркой. И прекрасно она столетиями сохраняется. Я встречал такие перекрытия, которым более 250 лет, и у них состояние вот такое же великолепное. Значит, приступаем. После того, как мы сорвали штукатурку, а я считаю, что срывать нужно, потому что дому очень много лет, и эта лишняя нагрузка на перекрытие нам не нужна. Мы ее выкинули, и теперь мы вполне имеем право посадить сюда регипсовый потолок. И даже достаточно мощный, можем даже слепниный регипсовый потолок, потому что совокупная штукатурка и гипсовые конструкции будут висеть примерно одинаково. Итак, что мы делаем? Мы пропениваем каждую щель, а щели надо, здесь сказать, от 1 см до 2 см. Для чего мы пропениваем? Правильно, для того, чтобы сделать идеальный костер на случай пожара. Это шутка, но с другой стороны, вот такие вещи делать нельзя, потому что на самом деле случись какой-либо пожар, это будет проблема. Значит, когда мы будем делать электрику, мы будем учитывать, что у нас такого рода перекрытие, черный потолок. И ребята, которые сверху, мы предварительно с ними говорили, как пирог работает сверху. Сверху пирог будет работать следующим образом. Прокладывается крепированная бумага на все перекрытие, насыпается 7 см мелкого керамзита, ну, фракции 0,5-1. И после этого три слоя ваты. Не одним толстым слоем, а три слоя ваты. И уж сверху между лак, который ставится на новый пол, а строение пола примерно такое, как у нас, несколько дешевле, прокидывается БЛК-9, по-моему, порог, прицепной ватой. И вот этот новый пирог, он считается за счет разности материалов, я его считаю, очень хорошим шумоизолятором. Но то, что делают соседи, это бог с ними, а мы будем делать здесь свою шумоизоляцию. И нам опять повезло, сверху работают ребята, работают перфоратором, работают циркуляркой, включают музыку. И поэтому мы по ощущениям будем смотреть, получается у нас делать идеальную шумоизоляцию или не получается. Итак, поехали. Пробули все макрофлексом, следующее важное движение – срезать его. То есть мне нужно, чтобы макрофлекса здесь не было. То есть, чтобы макрофлекс был идеально у нас, скажем, в этой штробе. Хорошая фишка – лопата. То есть, смотрите, здесь каждые 10 сантиметров у нас пенный шов. И примерно несколько тысяч гвоздей все это выковыривают. Сколько у вас ведет дней? Правильно. Наверное, есть какой-то способ поумней. Если знаете, подскажите, если нет. Я беру лопату и снимаю вот здесь эту пенопласт, пену. Почему? Потому что эта штука мне плотно не даст прилечь. И то и дело попадаются гвозди разные. И вот этой лопатой ты загибаешь все эти гвозди, все эти неровности, которые там есть, и срываешь всю эту пену. То есть, одну штуку мы сделали. Но, насколько это возможно, она идеально ровно прибитая. Бьем на стеблер. Сейчас покажу как. А пока сейчас срезаем эту лишнюю пену. Дальше там есть всякие гвозди, всякая фигня. Я беру молоточек и этот гвозди раздеваю. На меня все-таки дерьмо это сыпется сверху. Причем, как ни странно, я все пропенил. И для чего я буду использовать пленку? А, как некоторые называют, диффузизная, диффузольная... Без бутылки не выговоришь. Диффузная пленка. То есть, та пленка, которая с одной стороны дышит, а с другой не дышит. На это дерево нельзя ставить пароизоляционные пленки. Пожалуй, еще раз повторю. На это дерево нельзя ставить пароизоляционные пленки. Если эта тема интересна, мы поговорим позже, почему нельзя. То есть, мы берем диффузную пленку, дышащую пленку. Это очень важно. И согласно той бумажке, которая называется инструкцией, у нас та сторона, которая дышит, белая. И мы будем ее прокладывать белой стороной. А красной будем прокладывать внутрь. Итак, сейчас я срезаю все это, пробиваю все гвоздики. Вижу, что на меня падает это дерьмо. Достаю степлер и пробиваю это все пленкой. Для чего это делаем? Во-первых, пена скрепляет вот эти вот дочечки, которые ходят. То есть, после того, как мы ее продули, первое, что мы увидели, шум немножко согласился. Но это тот шум разговорный. То есть, люди разговаривали, разговаривали, и сразу как будто бы ушли с верхних этажей. На самом деле, они не ушли, но вот этого достаточно, чтобы низкодоцибельные шумы убрать. Так? Там. Дальше. Начинаю забивать всякие гвоздики, на меня сыпется всякое дерьмо. Я так предполагаю, что если клиент захочет потом в потолке в спот или какие-то другие светильники ставить, то вся эта пыль будет падать. А здесь, например, будет зона кровати. И он, наверное, не поздно будет этим дерьмом дышать. А это ликовая пыль, которая, как можно видеть здесь, изолан, и бог его знает, что там может быть. Мы должны герметично сделать. Мы сделаем четко и герметично, то есть, со звуком проблем не будет и с пылью. Теплером пробиваем пленочку. И здесь важная фишка. Когда ты работаешь на высоте и еще работаешь в таких стесненных условиях, как у нас, 30 квадратных метров, да, мужики? Не поставить ничего, как балерина танцуешь. Здесь и мусор, здесь и склад, здесь и рабочее место. На моменте демонтажно-серых работ это жесть. Очень важный правильный инструмент. Вот эта штука, это очень легкий степлер. Рапид. Рапидовский степлер, если кто понимает, о чем я говорю. Чем он мне нравится. Вот я его воткнул. У меня совершенно не парит. Я его вытащил и погнал. Степлеры делятся на дерьмовые и хорошие. Чем отличается один от другой, вовсе даже не ценой. Его можно за 15 евро купить, за полтенечку брать его. Хороший степлер, ты дотронулся, щелк, и оно там. А плохой степлер, ты жмешеньки дамешь, жмешеньки дамешь. Вот таким ты 20 тысяч скок не забьешь. А эти вот, смотри, как кайфы. И опять же, тут такая фишка. Можно не бить только скок. Это как бы дело ханское. Но мне так спокойнее. Я вообще перестраховщик. Я хочу, чтобы вот эта пленка, если сверху сейчас хотели работать, что-то там прорабатывать их и кучей чего-то высохнуть, чтобы она держала как батут хороший. Поэтому, скажу честно, сколько не жалею. Я фигачу их раза в два больше. Это не такие трудозатраты. А эффект от них точно хороший. Итак, поставили пленку. И я наклёст делаю 20 см. О какой-то технологии может идти речь. О технологии вообще никакой нет. Но эта вот отсебятина, которую я фигачу, я перекрываю 20 см. Я считаю, что это очень важно. Положили метр двадцать пять. Перекрыли на двадцать пять. Метр стабильно есть. И шурую. Когда-нибудь пробовали прикручивать поролон к потолку? Советую попробовать. Как в моём случае, я не с козла работаю. Я просто пробный образец делаю, поэтому с трансформера работаю. Жесть. Работа просто жесть. Я не знаю. Я нервничаю. Расскажу, как это работает. Значит, нужны шурупы. Не каждым шурупом можно прикрутить. Я рекомендую пятёрку. Регипсовый, не по дереву. Берите с маленькой резьбой. Регипс, который крутит гипсокартон в металл. Если будет резьба большая, то получается как обратный эффект. Пока шуруп туда закручивается, он откидывает часть этого поролона. Это жесть просто. Поэтому берёте с мелкой резьбой шуруп. Воткнули. Видите, мимо ушёл. Всё, не мучаюсь. Беру с лея дучи. Оп, попал. Воткнул. Два оборота, три оставил. Готово. То есть я бы советовал круг вот так делать. Воткнул. Есть. Всё, ушёл. Пять сантиметров, ребята, у нас поролон. Это обычный мебельный поролон. Какая альтернатива, если не поролон? Значит, как видите, мы уже положили мембрану, которая дышит, пропускает туда всё, что нужно, а оттуда ничего не выпускает. Она у нас главным образом для того, чтобы оттуда не шла никакая пыль. дышит. Но, хотите верьте, хотите нет, разговорные шумы начали пропадать сверху после того, как мы прошли макрофлексом и положили вот эту плёнку. конечно, это глупость, но вот по ощущениям оно так. То есть мы не прикалываемся, а просим ребят делать определённые шумовые действия, которые находятся наверху, и просто по ощущениям. Конечно, я могу скачать в телефон шумометр и повыпендриваться, что я такой умный хитрый, но мне нужен эффект. Если я врублю там циркулярку, вот он лучший приёмник моей работы. Следующее движение – вот этот поролон. Честно скажу, это делаю в первый раз, но у меня поставлена чёткая задача как можно дешевле и решить проблему. Если как можно дешевле, то я других как бы материалов не знаю. И тут такая нелёгкая задачка у меня. Я сначала 31 квадратный метр шумоизолирую, а потом посмотрю, работает он или нет. Клиент предупреждён, на эксперимент идём вместе, а вам, кстати, на халяву достаётся такие вещи. Откуда в голову пришла эта идея, если следите за тем, что я делаю, то мы занимались такими задачами примерно в Амстердаме. В Амстердаме в то время, когда я там работал, была необычайная мода на акустический поролон. Но! Акустический поролон, он хорош для студии звукозаписи и прочих вещей. В каком плане? Он является как бы заодно и отделочным материалом. То есть накрутив вот этот поролон, вы его таким оставляете. А наша задача не поролон на потолок накрутить, а решить проблему с шумом реальным. Для прикола сейчас покажу, как выглядит тот кусочек акустического поролона и расскажу, почему мы его здесь не ставим. Надеюсь, всё, что затемнеет, это будет видно. Смотрите, как выглядит этот акустический поролон. Значит, чем он хорош и чем он не хорош. Когда я его держу, я не вижу у него такой плотности, которая есть в мебельном поролоне. Я не знаю только, я не знаю. Плохо, это хорошо. Вижу вот эти красивые ребрышки. И меня сюда вот выкупает такая вещь, что это как будто бы такой интересный антураж дизайнерский, если хотите. Если вот этим отделать красивую стену, у нас есть видеоролик о том, как мы этим работаем. И выглядит просто круто. Когда мы поставили деревянными брусами перегородку, для того, чтобы шумопроводка была меньше, чем на металле. Поставили его, он выглядит, ого, это работа. Дальше, если мы посмотрим, сколько стоит вот эта штука за метр квадратный и вот этот поролон, то разница получается в два с половиной раза. Поэтому, если бы я клиент развел вот на этот, накрутил, клиент зашел бы, пофоткали, получилась бы красивая фотография, ну и красивое видео. Но получилось бы дороже. Евриков, чтобы не соврать, наверное, на 400. Поэтому мы решили, что эти деньги нам пригодятся во что-то другое засунуть. И поэтому мы работаем вот этой штукой. Сейчас мы ее дошиваем. А вам в следующем видео расскажем, что мы с этого поимели, насколько она хорошо работает. И это часть нашей системы шумоизоляции. Следующую часть мы с вами посмотрим в следующем ролике. Чтобы у вас был стимул заходить на наш канал и смотреть следующие ролики. А заодно и можете оставить комментарии. Как вы считаете, я занимаюсь идиотизмом, полной глупостей. Или все-таки у этого есть какое-то зерно здравомыслия. На сегодня это все. До следующих видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok